Переходим к третьему. Это самостоятельный уход за инструментом, и это такой, с одной стороны, простой вопрос, типа, что сделать, чтобы у тебя инструмент, ну, в нормальном состоянии был, а с другой стороны, вот, я сам какие-то свои инструменты иногда приношу тебе или приношу, там, кому-то еще из мастеров, потому что есть какие-то нюансы, и я такой, типа, я сам лучше, там, вот как я пришел к тебе с этим самым, с Ибанезом со своим, типа, там, щель между декой и грифом, Я понимаю, что там что-то есть, там, может быть, или там наклейка с завода, или там, как оказалось, лак, там, ну, короче, такие нюансы, что, типа, инструмент может быть недоработанный из магазина, это, ну, типа, с завода, это первое, а второй момент, это именно вот самостоятельный уход, типа, покупка всяких средств, например, понимание того, что ты покупаешь, как это использовать, потому что вот иногда форумы читаешь, или, например, смотришь канал на Ютубе, и человек говорит, там, я использую вот этот кондиционер, в нем есть лимонное масло, которое есть вот у Данлапа, оно, значит, содержится, ты понимаешь, что там никакого лимонного масла нет, вообще отродясь, это просто, типа, химическая такая штука, Да, вообще, в лимоне масла нет, да, вот, и, типа, я вот накладку свою из кленового, типа, там, мажу, и мне все нравится, а потом ты покупаешь, такой, заходишь в магазин, говоришь, мне вот эту вот штуку, ПРС, И в ПРС нет, есть Данлап, ты же хотел лимонное масло, ты такой покупаешь, потом такой, не использовать с кленовыми накладками, и такой, что за фигня, вот, и, то есть, зачем, как бы, нужно ли углубляться в этот вопрос, что нужно действительно самому знать, чтобы поддерживать инструмент в нормальном состоянии, и как часто нужно носить к кому-то, кто разбирается в этом? Ну, смотри, я, наверное, начну с самых не очень приятных вещей, я хочу, первое, что сказать, мойте руки перед использованием гитар, ну, если серьезно, то, действительно, у нас у всех руки потеют, да, какой-то жир, там, у нас на пальцах есть, и мы, когда долго играем, ну, долго, не каждый день, в смысле, не в один прием времени, а, там, месяц, да, мы поиграли, у нас грязь от пальцев осталась на струнах и осталась на накладке, и при замене струн, ее надо, конечно, стереть эту грязь, в принципе, когда ее немного, можно, ну, тряпкой просто, там, протереть, да, ну, если есть какой-нибудь спирт, изопропиловый, или, там, он не сушит, сушит, но не страшно, вот, конечно, ну, тут надо понимать, из чего накладка, может быть, и не стоит, но, в любом случае, протереть прям, вот, точно надо, то, что, это, к вопросу, что должен делать сам деталист, менять струны, я считаю, самостоятельно должен уметь каждый гитарист, правильно их там поставить, подстроить мензуру, если это электрогитара, да, и второе, ну, протереть и гитару, и вообще содержать ее в чистоте, вот, это вот прям два момента, которые важны. А зачем, типа, содержать в чистоте гитару, просто эстетическое удовольствие? Ну, во-первых, эстетическое, во-вторых, когда долго не протирают накладку, там, нарастает прям грязь такая в миллиметрах, прям она видна, ее там скребать, отскрывать потом ножом приходится, очень неприятно это делать, потому что, ну, когда гитара вся там засаленная, приносят, ну, как-то страшно за нее браться, ну, противно, я бы даже сказал. Ну, я вот, мне приносят гитары, я там, например, начинаю каким-то средством прыскать, а у меня с обратной стороны у грифа прям почеки такие грязи, и все прям покапает на стол, ты такой думаешь, фу, блин, и выкидываешь тряпку просто потом сразу, в которой все ты вытираешь. Да-да, химией для чистки пользоваться можно, нужно, да, я даже считаю, это просто удобно. Ну, специализированное для этого предназначено, очень удобно. Может быть, наверное, не дешево, но удобно. В принципе, и для одной гитары, бутылька очень надолго. Ну, типа, я вот покупаю какие-то средства, и мне хватает их даже с учетом того, что мне приносят инструменты. Ну, блин, лимонное масло у меня несколько лет назад куплено. Это да. Лимонное масло. Лимонное масло, даже мне, при частом использовании, мне тоже, наверное, на полгода там минимум хватает бутылька. Поэтому я всем всегда говорю, покупайте самый маленький объем, который только найдете, потому что вот большая банка вам не нужна. Протирать инструмент маслом лимонным, ну, я считаю, не чаще, чем раз в полгода. Имеется в виду гриф, накладку. Да, накладку темную, которая не лакированная. Тут еще, опять же, надо посмотреть. Бывают темные накладки палисандровые, пропитанные с завода. То есть, они такие, как бы, условно лакированные. Я не знаю, чем, но они пропитанные. То есть, это не открытое дерево. И вот его бесполезно протирать. Ну, конечно, можно, вреда не будет, но бесполезно. О, слушай, тогда по накладке сразу же два вопроса. Первый – это накладка из черного дерева? Что с ней делать? Смотри, черное, а что с ней делать? Играть на гитаре? Ну, типа, оно плотное такое. Оно же плотнее, чем красное дерево. Оно плотнее, оно больше подвержено вот этим перепадам влажности. Просто быстрее отрезкается, за ней нужно следить. Вот ее нужно увлажнять точно. Если это палисандровая накладка и, там, скажем, пропитанная с завода чем-то, да, видно, что она там такая поблескивает, ну, то практически не надо. Может быть, никогда не надо. Если это кленовый гриф, да, там, безнакладочный, фондер какой-нибудь, да, он вообще весь со всех сторон лакированный. Какое масло? Ну, чаще всего, да, лакируется. Ничего не надо протирать. А если у тебя там вольфганг какой-нибудь пиви, у которого накладка просто кленовая, открытая, то... Красивая еще такая, она там, знаешь, типа, птичий глаз. Да, она красивая, но смотри, если ее ничем не консервировать, она со временем станет черно-зеленой просто от отисла, от грязи. Поэтому, пока гитара новая, ну, можно попытаться и маслом, но потемнеет она слегка. Ну, просто по виду чуть-чуть и что? А почему пишут, что нельзя маслом мазать? Я не знаю. Просто, как бы, у меня опыт есть мазать маслом кленовые накладки. У меня есть, прекрасно. И она становится, типа, вот, на том темнее. Да, я говорю, она потемнеет. Типа, все. Как бы, ничего с ней не становится. Ну, ничего с ней не становится. Вот. И при этом я еще не так давно смотрел несколько видео, англоязычных, конечно же, от всяких производителей. От производителей химии, гитарной, чего-то еще. И они говорят, типа, по поводу кленовой накладки, что кленовая накладка больше любит натуральные масла. Типа, вот, есть вот эти вот химии, на которой написано название, трендмарк лимонное масло, по-настоящему это просто химия. А вот, типа, есть конкретно там именно масла натуральные, вот, типа, лучше маслами. Не сталкиваешься с этим? Ну, по идее, да. Ну, я не смотрел видео, но логика правильная, да. То есть, масло же используют не только в гитарах, да. Как покрытие древесины, да. Его же используют. Оно, кстати, бывает очень разное. Давай не будем углубляться глубоко в тему. Оно бывает разное. Вообще, конечно. Тут нельзя, прям, так, однозначно сказать, идите в магазин, купите масло, там, намажите. В аптеку. Да. Не надо, типа, углубиться в тему. Да. Но, в целом, логика правильная. А почему нет? Потому что вот это масло, оно, по сути, оно создаёт только лёгкое увлажнение. Оно не даёт просто пересыхать поверхностным условием, всё, оно больше ничего не делает. А различные масла для дерева, у них там разные свойства. Они бывают даже достаточно объёмные, то есть, это покрытие потом видно, его даже можно располировать. Так, да, есть такие масла, знаешь, которые действительно у тебя, ну, максимально забивают поры и остаются в них. Да, и остаются в них. Вот. И это, конечно, типа, самый классный вариант, но оно обычно не продаётся именно как гитарное. Да, как гитарное. Нет, ты там купишь банку вот такую и тебе её куда потом? Оно дорогое, кстати. Окей, а по поводу обращения вот там к тебе, ко мне, к кому-то ещё, например, по настройке гитары, замени струн. Вот. Да. Там очень частая проблема, знаешь, типа, настроить мензуру, машину, анкер, какие-то такие нюансы, потому что, знаешь, люди играют, играют, говорят, что-то мне стало неудобно. Очень частый запрос, да. Вот. Приходят, у тебя вот просто полтора сантиметра, гриф вот такой вот, его ещё уже там повело, скорее всего. И, знаешь, вот я купил у БНС, поменялся вернее на БНС, там машина просто так вот стоит, и человек ей пользуется. Я такой, как? Ты как ей пользуешься? Она должна ржавненько быть. Что происходит? Да, да, да. Это, кстати, очень частый запрос, когда гитара уже там, сколько-то ей там, год-два, человек приходит, у него там, понятно, прогиб большой струнный, высоко, всё вообще плохо, струны старые. И он говорит, что-то мне тут вот неудобно стало, но я ничего не понимаю. Я говорю, ну, анкер хотя бы покрутили бы, там же видно, что прогиб-то такой, ну, прям уж совсем дальше-то некуда. Не-не, я не умею, я это вот, это не для меня. Ну, странно, почему бы и нет. Да почему бы один раз не научиться хотя бы, ну, такие простые вещи, как анкер, потому что вот поменялась влажность. Ну, отопление... Рассказывай, я повешу, чтобы нам не заходили в бумажку. Влажность поменялась, дерево либо набухло, либо подсохло, натяжение, то есть сопротивление грифа поменялось, надо корректировать анкером. Это дело двух минут, для этого не обязательно ходить к мастеру, надо просто, ну, маленько углубиться в подчасть, как это сделать. Очень это всё несложно. Вот, а что касается похода к мастерам, первое, что обязательно нужно бы проговорить, что бы я хотел сказать, есть такое золотое правило. Купил гитару, сноси к мастеру. Имеется в виду новая гитара, конечно. Бушную тоже, наверное, желательно бы показать, потому что по той же самой причине, которую мы сейчас обсуждаем, да, что человек играл, у него было всё плохо, он её продал, да, а другой-то думает, что купил уже что-то хорошее, ну, в смысле, то, на чём играли, да, а на нём играли, превозмогая боль. Мне периодически приносят инструменты от людей, которые занимаются продажей, типа, заказывают там с акционом какого-нибудь, и говорят, типа, продай, потому что у тебя есть там знакомые музыканты, приносят мне, они ставят новые струны, они, типа, отстраивают, они чистят, приносят инструменты, я смотрю, это ужас вообще какой-то, ничего не отстроено, прогиб страшный, там, ну, просто плохо всё. Да, поэтому за отстройкой новой гитары, ну, или там, не новой, да, конечно, нужно ходить к мастерам, потому что есть специализированные такие специфические вещи, которые, ну, человек не может сам сделать, потому что, а, он не знает, ну, нет знаний зачастую, второе, нет инструмента, даже если есть знания, нет инструмента. Инструмент дорогой, ради одной-двух гитар покупать инструмент, ну, бессмысленно. Знаешь, какую штуку видел? У басистов почему-то такая щегня бывает, не знаю, гитаристы, может, такое не выкладывают, а выкидывают сразу же гитару, но у басистов бывает такое, что они перетягивают анкер, и он пробивает гриф. Гриф трескается. Гриф второй трескается? Да, да, да. Я просто не один раз такое видел. Да. Я видел, когда, знаешь, там, вырезали кусок, делали туда чопик, или там, знаешь, типа, просто заставили с трещинами как-то клеем залить. Ты такой, типа, что? Типа, там анкер уперся, ты залил клеем, думаешь, все нормально? Слушай, я тебе скажу, что я даже один раз сделал такую заделку. На гитаре, кстати, не на басу. Бывает, тонкий там остается. А что нужно сделать? Это, типа, надо, у тебя упирается анкер, ты дальше его тянешь, чтобы, типа... Слушай, я не знаю, что... Я просто, да, тоже понять не могу. Вообще, в сопротивлении грифа, еще ведь есть вопрос, анкер, он же не все решает. Еще же само тело грифа, насколько оно сопротивляет, насколько оно плотно и насколько оно сопротивляется натяжению струн. То есть, есть же грифы, которые вообще не гнутся струнами. То есть, струн натянул, а там анкер не нужен. Слушай, а есть такая штука, типа... Сопротивление дерева большое, да? Есть на форумах такая вот вещь, которая раньше обсуждалась, что не нужно анкер настраивать в течение одного дня. То есть, ты, типа, если ты хочешь отстроить гитару, вот ты, типа, на полуоборот анкер покрутил с ослабленными струнами, поставь гитару на стоечку, пусть она в увлажненном помещении постоит, в следующий день еще на полуоборота. И, типа, так в течение недели ты, например, там анкер себе отстроил. Я не представляю, просто, типа, я поехал в тур. Я такой, типа, у меня из-за какого-то перепада, там, немножко повело гриф, я такой, через три концерта буду нормально играть. А сейчас пока, да, выключите меня, пожалуйста. Я так постою с гитарой на сцене. Смотри, в принципе, какая-то определенная доля правды в этом есть. Но поскольку, как ты правильно сказал, у нас нет столько времени, ну и не нужно это так делать, с натянутыми струнами, кто мешает покрутить анкер? Ну, кто мешает? Ну, покрути ты. Понятно, что через, допустим, час-другой, там, два, ну, какое-то время может поменяться чуть-чуть положение. Конечно. Чуть-чуть. Но и все на этом, чуть-чуть. Оно не может быть в больших пределах. Поэтому, в принципе, сразу покрутил, посмотрел, померил, там, если нет. Ну, вот БНС, который я тебе приносил, он пересушен был, я его отстроил. На следующее я не прихожу, немножко гриф, это самое, я просто, да, опять поправил, из струнки положил все-таки, как мне надо, и все. И с тех пор он у меня в абсолютно нормальном состоянии. Я почему говорю, что мастер тоже вот не всегда это сделает. Ну, не всегда есть возможность так сделать. Допустим, человек пришел, все это ему гитару отдал, он пришел в свою другую влажность, какие-то другие условия, у него там гриф чуть-чуть сыграл. Чуть-чуть это нормально, он живой, да, то есть он сжигает. А человек не умеет анкер крутить. И все же, опять мастер убежает. Ну, зачем? Просто, ну, считай, что можно научиться, ничего там такого сложного нет. Давай, знаешь, сделаем. У нас осталось два больших вопроса, а времени осталось немного, потому что мы уже практически полчаса разговариваем.